Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». О ситуации на дорогах области будем говорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и готовьте ваши вопросы. Руслан Артурович Колесников. В начальник межрайонного отделения организации дорожного движения ГАИ УВД Гомельского облсполкома. В 2003 году окончил Гомельский дорожно-строительный техникум. В 2008 факультет транспортных коммуникаций Белорусского национального технического университета. Службу в госавтоинспекции начал в 2009 году инспектор НДПС отдела ГАИ Реческого райисполкома. С 2009 по 2012 год занимал должность инженера межрайонного отдела организации дорожного движения в областной госавтоинспекции. На нынешней должности с декабря 2012 года. На вопросы, которые касаются деятельности областной ГАИ, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле. 0-232-340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Руслан Артурович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Руслан Артурович, в этом году у нашей программы появилась новая традиция. Мы коротко анонсируем основные события, которые произойдут на этой неделе, и потом обсуждаем их в студии. Давайте вместе посмотрим анонс. Службы и ведомства по традиции в январе анализируют результаты работы в минувшем году. Во вторник, 22 января, итоговая коллегия состоится в Гомельском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды. Областное управление МЧС проведет торжественное мероприятие, посвященное 20-летию службы. Гомельское областное объединение профсоюзов проанализирует работу с обращениями граждан. Председатель Республиканского общественного объединения «Беларусь», заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Давытько посетит город Жлобин и белорусский металлургический завод. 23 января 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметят городской поселок Лельчицы. В четверг, 24 января, об итогах социально-экономического развития области в 2018 году и задачах на 2019 год пойдет речь на заседании Гомельского облсполкома. По доброй традиции, в последнее воскресенье января научная общественность нашей страны отмечает свой профессиональный праздник – День белорусской науки. Торжественные мероприятия будут проходить в вузах региона на протяжении всей этой недели. Подробности этих и других событий вы узнаете из выпусков новостей на «Беларусь-4». Неделя действительно пройдет под знаком Дня науки. Руслан Артурович, как современные достижения науки и техники помогают в работе ГАИ? Одно из достижений науки и техники, которое состоит на вооружении госавтоинспекции – это автономный программный комплекс «Паркрайт». Данное устройство помогает сотрудникам госавтоинспекции в выявлении, а также фиксации административных правонарушений, связанных с нарушением правил остановки и стоянки водителями транспортных средств. Программный комплекс устанавливается на патрульный автомобиль ГАИ, который проезжает по уличной дорожной сети участком, где запрещена остановка-стоянка с соответствующими дорожными знаками. В поле зрения данного комплекса попадает транспортное средство, нарушающее правила дорожного движения, и фиксируется регистрационный знак данного транспортного средства и его координаты местонахождения. По истечении пяти минут по этому же участку уличной дорожной сети проезжает повторно автомобиль ГАИ, который фиксирует нарушение правил остановки и стоянки. И транспортное средство, которое было зафиксировано ранее, автоматически попадает в базу нарушений, после чего данные нарушения попадают в отдел обеспечения функционирования системы автоматической фиксации правонарушений. И сотрудниками данного отдела вносится постановление, которое заказным письмом направляется владельцу транспортного средства. Следует отметить, что штраф за нарушение правил остановки стоянки, выявленный в автоматическом режиме, составляет одну базовую величину для владельцев легкового транспорта. В случае, если зафиксировано нарушение правил остановки стоянки владельцем грузового автомобиля, то этот штраф вырастает до трех базовых величин в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях. Как давно у областной госавтоинспекции появился на вооружении этот программный комплекс? Данный программный комплекс работает в ГАИ с 2018 года, и за этот период было выявлено более 4000 административных правонарушений, связанных с нарушением правил остановки стоянки. То есть работает эффективно? Да, работа его видна. Руслан Артурович, а что такое умный перекресток? И есть ли такой по Гомеле? К сожалению, умного перекрестка в городе Гомеле нет. В целом это комплекс технических средств, различных датчиков, которые устанавливаются на подходах к перекрестку, и считывают интенсивность движения транспорта. Также камер, которые фиксируют допускаемые правонарушения водителям транспортных средств в части проезда на запрещающий сигнал светофора, либо нарушение правил маневрирования, а также нарушение требований дорожной разметки. Кроме этого, камеры, которые фиксируют дорожное движение в режиме реального времени, и в случае образования заторовых ситуаций, помогают принудительно изменить режим сигнала светофора, для того, чтобы заторовую ситуацию разгрузить перекресток и убрать. Вот перекресток, о котором я далее хочу поговорить, он пока еще не умный, но один из самых оживленных в городе Гомеле – это пересечение улицы Интернациональной и проспекта Ленина. Областная ГАИ вынесла на общественное обсуждение инициативу о его преобразовании. Расскажите, пожалуйста, каким вы видите способ сделать это место в городе более безопасным и удобным для движения? На основе проведенного анализа совершенных дорожно-транспортных происшествий, а также интенсивности транспортного пешеходного потока, Госавтоинспекция вынесла предложение Гомельскому городскому исполнительному комитету о рассмотрении вопроса строительства подземного пешеходного перехода на рассматриваемом пересечении. Кроме этого, необходимо устроить автобусную остановку в уширении проезжей части в виде открытого кармана, которое позволит бесконфликтно двигаться транспорту по данной полосе и выезжать, а также ликвидация регулируемого пешеходного перехода в районе дорожно-строительного колледжа. Все эти изменения позволят, по нашему мнению, улучшить пропускную способность. Кроме этого, появится дополнительная полоса для поворота налево в направлении железнодорожного вокзала, так как интенсивность на данном пересечении очень высока, не только легкового транспорта, а также и общественного транспорта. К слову, интенсивность часа пик общественного транспорта на данной улице составляет более 350 единиц в час. Поэтому перекресток очень загружен и требует проведения определенных инженерных мероприятий по его разгрузке и обеспечению безопасности дорожного движения всех участников дорожного движения. Накануне на место выехала наша съемочная группа. Я думаю, что вам будет интересно узнать мнение людей, которых мы встретили на улице. Давайте посмотрим. За, только за. Если в геологической ситуации здесь никаких плывунов и никакого нету, ну вам сначала надо проверить, можно ли здесь рыть, чтобы не было никаких обвалов. Значит, только за. И желательно вот до вечного огня. Ну я даже не знаю, мы просто уже за все эти годы жизни именно здесь мы привыкли к светофорам. Я даже не знаю, это к лучшему или нет. А может быть даже это уже какой-то маленький прогресс, более современное, что-то такое, как бы, ну город приобретает. Для водителя это удобно и, может быть, для пешеходов некоторым удобно. Только не пожилым людям, конечно. Пожилым тяжело. Мне некомфортно пешеходный переход. Мне тяжело подниматься, опускаться. Пешеходный переход здесь нужен будет. Это очень разгрузит движение в сторону вокзала. Приветствуем. И хотим, чтобы действительно это было в нашем городе. Это тяжело спускаться. А так быстрее перешел дорогу на светофор и все. Подземные переходы вообще-то нужны, по идее. Удобство для людей это, конечно. Но здесь я не вижу из таких каких-то пробок сумасшедших, чтобы здесь была такая потребность. Это даже на дорогое удовольствие очень подземный переход. Здесь. Я представляю, сколько здесь сетей нужно вынести, я строитель. Я примерно представляю, что это такое. Поэтому нужно очень хорошо все взвесить. Очень правильно. Здесь столько людей, такой активный поток машин. Я думаю, для безопасности людей хорошо. Считаю, это неплохо. Почему не сделать? Здесь очень много людей ходит. И нормально будет. Я за только против ничего не имею. Вы смотрите «Диалог». Мы говорим сегодня об организации дорожного движения. Руслан Артуревич, большинство наших респондентов высказались «за». Как вы думаете, в целом гомельчане поддержат эту инициативу Госфотоинспекции о преобразовании этого перекрестка? Я думаю, что, конечно же, поддержат. В свою очередь, при выделении соответствующих финансовых средств из городского либо областного бюджета, я думаю, что эти мероприятия будут выполнены и позволят повысить безопасность дорожного движения на данном перекрестке. Опрос проходит на сайте Управления внутренних дел Гомельского облсполкома. Но одновременно его запустили и несколько популярных в социальных сетях групп. Интересно, вот их результаты вы будете тоже учитывать, подводя итоги? К сожалению, отследить все социальные сети мы не имеем возможности, но, безусловно, если администраторы этих групп в социальных сетях внесут соответствующие предложения на сайт ООД, то мы их рассмотрим и примем во внимание. Я знаю, что есть наверняка и другие предложения у Госфотоинспекции по совершенствованию дорожного движения в областном центре и в районных городах. Поделитесь с нами, пожалуйста. По результатам проведенного анализа дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории города Гомеля, было установлено, что одной из самых аварийных улиц на сегодняшний момент является улица Владимирова на участке от улицы Бочкина до улицы Барыкина. Обусловлено это, в первую очередь, наличием нерегулируемых пешеходных переходов, а также достаточно узкой проезжей частью. Потоки пешеходов очень большие наравне с потоком транспортным и по причине этого на пересечении транспортного пешеходного потока совершаются дорожно-транспортные происшествия. Мы предлагаем сделать реконструкцию данного участка уличной дорожной сети, уширив ее до четырех полос, демонтировав нерегулируемые пешеходные переходы, которые создают препятствия для движения транспорта, установив светофорный объект с пешеходно-вызывным устройством, также устроив остановки общественного транспорта в уширении проезжей части в виде открытого кармана и установив пешеходное ограждение для предотвращения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть. Вот как раз о безопасности пешеходов у нас есть предложение, которое пришло к нам на Вайбер. Часто люди воспринимают искусственную неровность в качестве пешеходного перехода, путаются. Ведь если рядом с такой неровностью есть знак, то это и переход одновременно, а если нет, то просто искусственная неровность. Нельзя ли их красить не желтыми полосами, а, например, в красный цвет, чтобы было сразу ясно, это не переход? С уважением, Марина. Спасибо за сообщение, Марина. Спасибо большое за вопрос. К сожалению, этого сделать невозможно, так как разметка искусственной неровности, она определена стандартом Республики Беларусь 1300, технические средства организации дорожного движения, правила применения. Согласно данному нормативному документу, дорожная разметка на искусственной неровности должна иметь желто-черный цвет. Допускается, когда искусственные неровности устраиваются на самих пешеходных переходах, разукрашивание данной искусственной неровности в бело-желтый цвет. Поэтому разукрасить ее именно в красный нет возможности, и это запрещено нормативным документом. Следующее сообщение. Когда все знаки, обозначающие пешеходные переходы, будут обрамлены светоотражающими рамками? Эта работа проводится нами на постоянной основе. В первую очередь, дорожные знаки на нерегулируемых пешеходных переходах меняются на дорожные знаки повышенной видимости с целоруссцентной пленкой. На тех пешеходных переходах, на которых совершались дорожно-транспортные происшествия, в результате которых получали ранения люди, либо на нерегулируемых пешеходных переходах, которые расположены вблизи детских учреждений образования и иных объектов тяготения пешеходов. Еще одно предложение от нашего телезрителя. Хотелось бы, чтобы в городе наряду с бигбордами, напоминающими об использовании флейкеров пешеходами, появились плакаты с напоминанием о том, чтобы пешеходы не забывали посмотреть по сторонам, ступая на проезжую часть. И помнили, что сейчас зима, и дорога может быть скользкой, что увеличивает тормозной путь машины. Данную работу мы, конечно же, проводим разъяснительную среди трудовых коллективов, также в учреждениях образования о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении проезжей части пешеходами, а именно убедиться в безопасности своего маневра перед выходом на проезжую часть. Но, в свою очередь, водителям напомнить о необходимости соблюдения требований сигналов светофоров, а именно красного и желтого сигналов, и при зеленом мигающем снижать скорость до остановки транспортного средства, чтобы избежать в дальнейшем совершения дорожно-транспортного происшествия. Погодные условия этой зимой такие, что действительно только и смотри. Под ноги, по сторонам, никакой суеты и спешки, потому что последствия могут быть весьма критичными. С января этого года в Беларуси появились и новые дорожные знаки. Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем вызвана необходимость их введения. В первую очередь, были изменения в СТБ, касающиеся применения дорожных знаков контроля режима движения, которые устанавливаются в местах эксплуатации мобильных и стационарных датчиков контроля скорости. Данные изменения были внесены в связи с тем, что ранее эти дорожные знаки не были предусмотрены нормативными документами. Чтобы узаконить их установку, они отнесены к группе предупреждающих дорожных знаков и устанавливаются в населенных пунктах на расстоянии 50-100 метров до датчика контроля скорости, а в ненаселенных пунктах 150-300 метров. Кроме этого, указанные дорожные знаки должны устанавливаться и на разделительной полосе при ее наличии. Кроме этого, были внесены изменения в части применения дорожных знаков, разделяющих и регулирующих движение велосипедистов и пешеходов, в зависимости от того, какие условия. Либо это конструктивно разделенная велосипедная и пешеходная дорожка, которая должна разделяться при помощи сигнальных столбиков, либо ограждения, либо это пешеходная или велосипедная дорожка, по которой допускается движение как пешеходов, так и велосипедистов. Также были применены дорожные знаки, указывающие места проведения оплаты сбора за проезд по платным дорогам. Кроме этого, дорожные знаки автозаправочных станций, совмещенных с зарядной станцией, а также таблички, указывающие определенное количество мест для той или иной категории участников дорожного движения, например, для физически ослабленных лиц, либо для конкретного вида транспортных средств. Я хотела бы продолжить тему движения велосипедистов. В городе велодвижение сейчас только набирает обороты, люди катаются не только в теплую пору года, но и зимой. Как у нас обстоят дела с обустройством для них велодорожек? В 2018 году в городе Гомеле была создана рабочая группа по развитию велосипедного движения в городе Гомеле. Указанной группой была разработана концепция развития велосипедного движения в городе Гомеле. Данная концепция не подразумевает принятие конкретных мер по строительству велосипедных дорожек в городе Гомеле, а в целом определяет политику по дальнейшему развитию велосипедного движения, а именно строительство велосипедных дорожек в новых микрорайонах, которые проектируются, либо на сегодняшний момент находятся в стадии строительства. В свою очередь, госавтоинспекция вносит определенные предложения при проведении работ по строительству либо реконструкции существующей уличной дорожной сети в части наличия велосипедных дорожек. Конечно же, при наличии технической возможности их обустройства. Руслан Артурович, а где в городе Гомеля такие технические возможности есть? И дорожки обустраиваются? Потому что, наверное, о центре города речь вообще не идет. Да, пока речь о центре города не идет. Но в 2018 году была построена велосипедная дорожка по улице Федюнинского на участке от улицы Сверидова до улицы Механической. Ну и, конечно, все дальнейшие строительства уличной дорожной сети будут также связаны и с наличием велосипедных дорожек в городе Гомеля. Зима эта выдалась снежной и сложной по своим погодным условиям. Давно уже такого у нас не было. С начала сезона госавтоинспекция фиксирует рост числа ДТП? В целом ситуация с дорожно-транспортной обстановкой в зимних условиях, она остается, как и прежде. Рост числа ДТП не фиксируется. Вместе с тем всплеск аварий происходит именно в первые дни выпадения осадков. Так как не все водители готовы к изменению погонных условий, не каждый еще, так сказать, переобул свой автомобиль на зимние шины и использует их при движении. Поэтому именно в такие дни увеличивается число автоварий. Да, и как раз первые вот эти такие снежные дни в ноябре минувшего года, они показали неготовность многих владельцев автотранспорта и, к сожалению, последствия, которыми эта неготовность чревата. Как справляются с содержанием дорог владельцы? Владельцы обслуживаемых дорог, это дорожные коммунальные службы, в целом справляются неплохо, но вместе с тем имеется и ряд недостатков в их работе. Это несвоевременная очистка проезжей части от снега, несвоевременная обработка противогололедными материалами, а также складирование баллов снега в неустановленных местах, в запрещенных местах. Сотрудниками госавтоинспекции своевременно выявляются такие нарушения правил содержания автомобильных дорог, за что должностные лица привлекаются к административной ответственности. За указанный период декабрь и истекший период января месяца сотрудниками ГАИ области было привлечено 107 должностных лиц к административной ответственности за неудовлетворительное содержание обслуживаемых автомобильных дорог и улиц населенных пунктов. С дорожными службами госавтоинспекция работает в эти дни в тесной связке. Да, сотрудники госавтоинспекции при выпадении снега проводят мониторинг состояния уличной дорожной сети с целью последующей координации деятельности их владельцев, дорожных коммунальных организаций, передают своевременную информацию о необходимости очистки проезжей части, либо обработки ее противогололедными материалами. По результатам проведенных мониторингов в случае выявления некритических дефектов, которые допускаются по нормативным документам, выдаются предписания на их устранение. В целом, можно сказать, такая работа не только зимой, но и проводится в течение всего года. И с ямочностью обстоят такие же дела. За 2018 год сотрудниками ГАИ было выдано порядка 1200 предписаний руководителям дорожных коммунальных организаций на устранение выявленных недостатков. За неисполнение предписаний к установленным срокам более 130 должностных лиц были привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Руслан Артурович, каким выдался минувший год для дорожного движения Гомельской области? Расскажите, пожалуйста, о позитивных и негативных тенденциях. В целом, 2018 год отметился дальнейшим снижением основных показателей состояния аварийности. Это как количество зарегистрированных ДТП, погибших и раненых них людей. Если обращаться к цифрам, то количество ДТП снизилось на 30, сохраненных жизней на 12 человек стало больше, чем в 2017 году. А также на 48 человек получило меньше ранений в ДТП, чем в 2017 году. На протяжении скольких лет у нас прослеживается такая тенденция, что с каждым годом цифры эти становятся лучше? Такая тенденция прослеживается уже более 10 лет. Порядка где-то с 2007 года идет полномерная тенденция к снижению как числа ДТП, так и погибших и раненых них людей. Если говорить о негативных тенденциях, то в 2018 году одним из факторов стало увеличение количества ДТП и тяжести последствий. В них это совершение ДТП по причине выезда на полосу встречного движения, либо нарушение правил обгона. Вот как раз об этом пойдет речь. Далее в нашем сюжете я предлагаю прерваться и посмотреть, а после обсудить. Накануне в рейд вместе с сотрудниками на ГАИ отправились и наши корреспонденты. На этот раз экипаж ДПС областной госавтоинспекции контролирует соблюдение водителями правил выезда на встречку. Окрашенные в характерные цвета спецмашина заставляет большинство участников движения соблюдать правила. Однако недисциплинированные водители находятся даже в таком случае. Сплошная линия для них всего лишь условное ограничение. У сотрудников ГАИ на этот счет другое мнение. И теперь кому-то придется оплатить штраф или вообще лишиться прав на управление автомобилем на срок до одного года. А вот с достаточно распространенным мнением о том, что основная часть нарушителей – водители на крутых и на марках, инспекторы ДПС не соглашаются. Такой закономерности нет в этих нарушениях. Нарушают и старые водители, и молодые. Все зависит от ситуации, в которую попали водители. Кто-то спешит, кто-то не выдержал просто того, что машина едет впереди сильно медленно. Или какие-то другие обстоятельства. Конкретной закономерности нет ни по поводу марки машин, ни по поводу года выпуска. И водитель старый, молодой. Каждый может оказаться в этой ситуации. Ну, конечно, это грубое нарушение, но тем не менее они случаются. Жуткая трагедия произошла на автодороге Жлобин-Рогачев недалеко от деревни Лучин. В результате ДТП погибли три человека. Лобовое столкновение, удар в дерево, авто в кювете. В выходные из-за снегопада водители на дорогах Гомельщины массово попадали в аварии. С такой информацией в последнее время можно ознакомиться не только в сводках областного управления внутренних дел, но и на различных интернет-сайтах. Еще более наглядно последствия игнорирования правил дорожного движения можно увидеть на этой гомельской автостоянке. Современные автомобили оснащены всевозможными защитными устройствами и функциями, которые работают на снижение тяжести последствий аварий. Но как бы не был оборудован автомобиль, риску попасть в ДТП подвергаются в равной степени все водители. На этой стоянке десятки автомобилей, за которыми уже никогда не придут их владельцы. Даже под засыпавшим их снегом разбитые авто вызывают неоднозначные эмоции. Попытка опередить мгновение для многих оказалась дорогой в вечность. За 2018 год произошло 42 дорожно-транспортных происшествия лобовых, в которых 55 человек были ранены, 32 человека погибли. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются как выезд на полосу встречного движения, а также нарушение правил обгона. Вы смотрите «Диалог» Руслан Колесников, начальник межрайонного отделения организации дорожного движения областной госавтоинспекции, сегодня у нас в гостях. Руслан Артурович, выезд на встречную полосу, он ведь не всегда предполагает умышленное создание опасной ситуации для других участников дорожного движения. Может быть, человек не справился с управлением, может, объезжал препятствия, может, его вытолкнули из ряда при движении. Как можно этого избежать? И можно ли? Потому что при таких авариях действительно наиболее тяжкие последствия. Конечно же, можно избежать. Это в первую очередь соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию до впереди движущегося, как в попутном направлении, так и во встречном направлении транспортного средства. Ну и не нарушать правила обгона, когда ты не уверен в этом. Самое простое, самое банальное правило здесь работает – не уверен, не обгоняй. Совершенно верно. Хорошо бы только успевали люди об этом подумать до того, как они выруливают на встречную полосу. Ошибку делают опытные водители, кстати, или те, кто недавно за рулем? Вы знаете, по статистике трудно сказать, либо это опытный водитель, так как попасть в ДТП может любой участник дорожного движения. Ну, иногда и уверенность излишняя работает против человека, и он допускает ошибки. Какова ситуация сейчас у нас с происшествием и с участием пешеходов? В целом, за 2018 год происходит дальнейшее снижение уровня ДТП, связанных с участием пешеходов. Это как и наезды транспортных средств на пешеходов, так и дорожно-транспортные происшествия по вине самих пешеходов. Эти ДТП, они, конечно же, связаны напрямую с выявлением нарушений правил дорожного движения сотрудниками ГАИ, так как наибольшее количество выявленных нарушений является на сегодняшний момент нарушение ПДД самими пешеходами. Ну, и недалеко от данных нарушений, это работа с водителями транспортных средств, которые не предоставляют преимущества движения пешеходам, движущимся по пешеходным переходам, пересекающим проезжую часть. Работа планомерная и плотная с данной категорией участников дорожного движения дает свои определенные результаты. А пешеходы на чем попадаются? На том, что пытаются дорогу перейти в неустановленном для этого месте? Как правило, да. Это нарушение пешеходами именно переходы в неустановленных мест, либо движение на запрещающий сигнал светофора, ну и также неиспользование в темное время суток световозвращающих элементов. Руслан Артуревич, расскажите, пожалуйста, как себя обозначить в темноте для того, чтобы быть уверенным, что точно водитель заметит? При движении в темное время суток пешеход должен себя, конечно же, обозначить световозвращающим элементом. В простонародье это фликер. Ну и чем больше этих фликеров, тем лучше и быстрее водитель заметит данного пешехода. И, конечно, при движении как по краю проезжей части, так и обочине необходимо двигаться навстречу движения транспортному средству, чтобы можно было увидеть и заранее заметить действия водителя, который управляет транспортным средством. Мне кажется, самая благодарная аудитория в вопросе фликеров для сотрудников ГАИ – это дети. Сотрудники госавтоинспекции бывают в детских садах, в школах, раздают фликеры, рассказывают о том, как их нужно носить, что-то там можно к кранцу прицепить, какие-то как элементы одежды используются. Действительно, эта работа проводится нами, и фликеры раздаются ежегодно всем первоклассникам для того, чтобы они в последующем использовали их при движении как в школу, так и обратно. Я надеюсь, что молодое поколение вырастет уже очень дисциплинированным в этом отношении, не так, может быть, как их взрослые, их родители, бабушки и дедушки. Что говорит статистика? Количество ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения у нас снижается или растет? Несмотря на то, что изменилось законодательство, и детьми считаются несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, количество зарегистрированных ДТП на территории Гомельской области в 2018 году снижено. Кроме этого, сохранены жизни детей на 4 жизни больше, чем в 2017 году. То есть только один ребенок погиб, к сожалению, в 2018 году. И также на 9 детей получил ранение меньше, чем в аналогичный период 2017 года. О безопасности ребенка, участника дорожного движения, как раз беспокоится телезритель, который написал нам сообщение. Ехал с дачи, подвез случайных попутчиков, бабушку с внуком. Является ли это нарушением, если в машине не было детского кресла? Максим, спасибо, Максим, сейчас поясним. Спасибо большое, Максим, да. Это будет являться нарушением правил дорожного движения, так как согласно действующих правил дорожного движения, при возрасте ребенка до 12 лет и его росте до 150 сантиметров, ребенок должен перевозиться в транспортном средстве с использованием специальных детских удерживающих устройств. То есть неважно, чей ребенок, имеет ли он какое-то отношение к водителю, как он появился в этой машине, да? Да, несет ответственность именно водитель за перевозку данного пассажира и за его обеспечение безопасности. Поэтому детское кресло... Должно быть. ...обязательно должно быть в машине. Еще одно сообщение пришло на наш портал. Живу в деревне, недавно купил мотоблок. Надо ли его чем-либо дополнительно оборудовать для использования в дорожном движении по мере необходимости? Конечно, желательно оборудовать мотоблок, а именно прицеп мотоблока специальными свето-возвращающими элементами, катафотами и тому подобное, чтобы в темное время суток при движении как по проезжей части, так и по обочине данное техоходное транспортное средство было заметно водителям и исключить наезды на него. Спасибо большое за ответы на вопросы наших телезрителей. Мы продолжаем диалог. Руслан Артольевич, я хотела бы знать, много ли нареканий у госавтоинспекции к перевозчикам? К сожалению, да. На сегодняшний момент водители маршрутных транспортных средств, а именно маршрутных такси, являются основными нарушителями правил дорожного движения. И по вине водителей данных транспортных средств в городе Гомеле в 2018 году произошел рост зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий до четырех, в которых четыре человека получили ранения. Если брать 2017 год, то таких ДТП по вине водителей маршрутных такси зарегистрировано не было. В связи с этим сотрудниками госавтоинспекции как совместно с другими службами, так и самостоятельно увеличилось количество проводимых рейдовых мероприятий за соблюдением правил дорожного движения указанной категории участников дорожного движения. В результате увеличилось количество выявленных нарушений правил дорожного движения данными водителями. Какие нарушения наиболее часто допускают водители маршруток? Как правило, это нарушение скоростных режимов, а также перевозка пассажиров свыше мест, предусмотренных заводом-изготовителем конструкции данного транспортного средства. То есть, когда пассажиры в маршрутке едут стоя? Да. Иногда, мне кажется, определенное милосердие проявляют водители, когда в холодную погоду или когда идет дождь. Они позволяют людям набиться в маршрутку больше разрешенного числа. Ну, кто что будет жаловаться, если вот его взяли с дороги, и он быстрее доедет домой или на работу? Но, к сожалению, он подвергает опасности жизни и здоровья данных пассажиров, так как виновником совершенного ДТП может быть не водитель маршрутного такси, а другой водитель транспортного средства. И при совершении ДТП данные пассажиры могут пострадать. Руслан Артурович, насколько за минувший год у нас прибавилось транспорта в области? Прирост за 2018 год на территории Гомельской области транспортных средств составил 1,7% или порядка 10 тысяч единиц транспорта. На сегодняшний момент в Гомельской области зарегистрировано более 570 тысяч единиц транспорта, а в городе Гомеле порядка 176 тысяч единиц транспорта, в том числе и индивидуального. Это практически одно транспортное средство на трех проживающих в городе Гомеля граждан. Это серьезный прирост. И действительно, ваша задача по оптимизации, рационализации дорожного движения в регионе, она становится года от года только сложнее. К сожалению, да. Я желаю вам успеха в реализации ваших планов поменьше трагических и конфликтных ситуаций на наших дорогах. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Спасибо за приглашение. Руслан Колесников, начальник межрайонного отделения организации дорожного движения областной госавтоинспекции, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова